Здравствуйте, в эфире ДПС в студии Анастасия Бойко. Сегодня в выпуске. ДПС в студии Анастасия Бойко. ДПС в студии Анастасия Бойко. Уважаемые телезрители, мы специально рассказали эту историю. Поговорите со своими детьми. Спички – это не игрушка. За прошедшие сутки в Новосибирской области погибли два человека. В Бердске молодого байкера переехал ЗИЛ. В Кыштовском районе машинист трактора К-700 попал под колеса своего кировца. О том, как игнорирование правил отражается на участниках дорожного движения, расскажем и покажем в рубрике «Две беды». ДПС в студии Анастасия Бойко. 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 Девушка чудом выжила во время проведения гоночных соревнований в американском штате Нью-Гэмпшир. Автомобиль на скорости 530 км в час, в котором находилась гонщица, взорвался. От старта до трагедии не более 7 секунд. На записи камер видно. Спортивный суперкар мгновенно разогнался до бешеной скорости. Затем вспыхнул. Задняя часть авто подлетела в воздух. Защитное стекло на кабине оторвалось. Тут же второй хлопок. Затем гоночный болид верился в отбойник. 28-летняя гонщица не получила ни царапины. Сама покинула салон спорткара, а уже на следующий день взяла серебро в соревнованиях по дракрейсингу. Начало есть, а конца не видно. При Амуре дорожники построили магистраль, которая ведет в никуда. А если точнее, прямиком в пропасть. Скоростная автомагистраль появилась в Тендынском районе Амурской области, на участке федеральной трассы Лена. Там нанесли разметку, уложили новое асфальтобетонное покрытие, даже выставили соответствующие знаки. Однако предупредить водителей о том, что дорога еще не закончена, забыли. Внезапно для всех новая трасса заканчивается высоким обрывом, за которым кроме леса ничего и нет. Местные инспекторы дорожного надзора ГИБДД провели проверку. Собственник автомагистрали обязан в кратчайшие сроки устранить нарушения, выставить предупреждающие знаки и организовать объезд опасного участка пути. Дальнобойщики в интернете говорят, уже несколько фур чудом не угодили в смертельную ловушку. Новый вид такси может появиться в России уже этим летом. Предприимчивые байкеры начали предлагать свои услуги в качестве пассажирских перевозчиков. Пока, правда, нелегальных. Спрос на быструю поездку из точки А в точку Б, да еще и с ветерком в жаркий полдень, будет. В этом на 100% уверены представители крупных таксопарков. Мототакси, по данным экспертов, позволит немного разгрузить улицы от машин. Однако с оформлением лицензии на такие перевозки могут возникнуть проблемы. Причем не только с госавтоинспекцией, но и с Минтрансом. Во-первых, байк должен соответствовать всем техническим требованиям и нормам. У водителя должны быть права определенной категории, а оба участника движения обязаны надевать шлем. Во-вторых, за нелегальную предпринимательскую деятельность, а именно перевозку пассажиров, мотоциклисту грозит уголовное наказание. Ну и в-третьих, велика вероятность того, что резко возрастет не только количество аварий с участием мотоциклистов, но и число пострадавших пассажиров. Напомню, только с начала мая в Новосибирске 4 байкера погибли, еще 30 получили травмы. Госпошлина на водительские права нового поколения, а также на биометрические заграничные паспорта, может вырасти в цене почти в полтора раза. Сейчас этот законопроект рассматривает Госдума. Авторы идеи предлагают увеличить стоимость платы за права с двух до трех тысяч рублей, а свидетельство о регистрации может вырасти в цене с 500 рублей до полутора тысяч. Не исключено, что и стоимость получения заграничных паспортов на детей до 14 лет будет стоить не полторы, а две с половиной тысячи. В Министерстве внутренних дел пояснили, увеличение стоимости необходимо. Это позволит компенсировать бюджету расходы на изготовление документов. Например, заграничные паспорта нового образца будут делать с применением специального чипа, соответственно его стоимость вырастет минимум на 10%. Для оформления пошлины на права может потребоваться новое программное обеспечение, а это тоже затратно. Свободные места для парковки теперь можно увидеть в режиме реального времени на экране своего смартфона. В Новосибирске в тестовом режиме заработало мобильное приложение, которое позволяет автомобилистам выбрать оптимальное, а главное свободное место для машины. Эта программа работает благодаря встроенным смартфонам и GPS-навигаторам, точнее акселерометрам. По движению человека и его координатам можно определить, в какой момент водитель ехал на автомобиле, ну а когда покинул салон машины. Благодаря этому производители приложения смогли разработать систему отслеживания свободных парковочных мест на легальных стоянках вдоль дорог, либо же в парковочных карманах. Как только автомобиль отъезжает на расстоянии в несколько метров от стоянки, на мобильной карте появляется специальный значок с информацией. Он мигает в течение пяти минут. Именно за это время автомобилисты, которые находятся рядом, могут проложить маршрут до стоянки. Такая система работает уже в семи крупных городах страны. Как она себя зарекомендует в Сибири, покажет время. Однако новосибирские водители говорят, успеть доехать на свободную парковку за пять минут более чем нереально. Места занимают куда быстрее. Чуйский тракт уже в третий раз вошел в топ-10 самых красивых автомобильных дорог мира. Российская редакция National Geographic присвоила трассе почетное первое место. Немногие знают, федеральная магистраль начинается в географическом центре России у часовни на Красной проспекте в Новосибирске. М52 уникальна. Только по этой трассе можно пересечь сразу четыре климатические зоны. От лесостепи до каменистой пустыни. Общая протяженность трассы почти 968 километров. У дороги есть даже собственный музей. Он находится в Бийске. Кстати, это единственная дорога России, которая попала в зарубежный рейтинг самых красивых трасс. 108-й день рождения отмечает первый серийный автомобиль российского производства. Сейчас Руссабалт не встретишь на улицах. Но 8 июня 1909 года сразу 347 машин выехали с территории завода-производителя. Швейцарский конструктор Жульен Паттер сделал автомобиль по эскизам бельгийской машины Фонью. Получился двухместный суперкар с четырехцилиндровым двигателем. Часть деталей для сборки произвели в России, другую заказывали из-за рубежа. Спрос на легковушку оказался колоссальным. Руссабалты даже принимали участие в гонках, а две машины пополнили королевскую коллекцию иномарок. Выпускали машины вплоть до 1915 года на автомобильном заводе в Риге. Машины отмечены пятью золотыми медалями на международных выставках. На этом все. Если вы стали свидетелем аварии, либо же просто беспредела на дороге, присылайте записи с телефонов или видеорегистраторов на почту dps.ots.sobakamail.ru. Также можете оставить их в нашей группе ВКонтакте. С вами была Анастасия Бойко. Увидимся на телеканале ОТС. И помните, дорога у всех одна. Но куда повернуть, мы выбираем сами. Субтитры подогнал «Симон»